не интересуйся количеством а качеством твоих почитателей не нравится дурным для человека похвально удивительно это уже лично мне не интересуйся количеством а качеством твоих почитателей не нравится дурным для человека очень похвально но если дурные люди они любят это хорошо Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общей жизнью человечества. Это очень мощно. Ибо все творение проникнуто согласием и единством. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Марк Аврелий. Я очень потрясен этим выражением. Я сейчас расскажу свое понимание. Вот смотрите, когда человек рождается маленьким, он очень нуждающийся. Ему постоянно о нем надо заботиться, так? И мать целыми днями бегает и бегает за ним. Почему? Потому что он еще очень не развит. Он очень неразумен. Его разум слаб, и поэтому он все боится, он кричит. Он постоянно боится всего и чувствует себя очень незащищенным. И поэтому он очень-очень сильно страдает внутри. Но Господь в его психику и тело вкладывает столько энергии и счастья, что мать просто рядом, находясь с ним, испытывает это огромное счастье. И по этой причине она ему служит. Она испытывает огромное счастье. Это милость Бога. Господь говорит, развивай этого человека. Я тебя награжу счастьем. Развивай. Он еще очень маленький, ничего не понимает. В это время мать срастается с жизнью человечества или нет? Срастается. Да. Потому что она делает то, что Бог хочет от нее. Вроде бы она просто своим ребенком занимается, но она срастается с жизнью человечества. Если она сможет отказаться от чувства наслаждения этим ребенком и жить для него уже, не думая о том, чтобы балдеть от него, тогда она срастется с жизнью человечества еще больше. И станет матерью, в конце концов, для всего человечества, как стала мать Тереза. Ей все равно было, эти дети наслаждают ее или нет. Она подбирала грязных, вонючих, больных, искореженных жизнью, покалеченных детей по всей Калькутте. И не только детей, а также взрослых. Собирала этих людей, заботилась о них, зная, что многие из них оставят тело в ближайшее время, а кто-то, может быть, выживет. Ей не было разбору для нее. Кто из них воняет, а кто нет. Она просто заботилась о них. И это означает, что она уже совсем слилась с общей жизнью всего человечества. То есть этот человек стал человеком человечества, а не человеком своей семьи. Понимаете, о чем я говорю? Что это просто развитие личности. Маленький ребенок вообще думает только о себе. Но Бог дает возможность о нем заботиться. И если мать это делает для Бога, тогда она сливается с жизнью всего человечества в это время. Она делает то, что нужно всем. Если бы все матери так жили, то бы все дети вырастали божественными, очень благородными людьми. Но если матери наслаждаются своими детьми и делают свою заботу только потому, что им хочется балдеть от своего ребенка, тогда дети вырастают эгоистами. И это не является служением человечеству в этом случае. Сама идея быть матерью — это служение человечеству. Просто сделай это правильно, так, как это нужно человечеству, а не так, как это нужно тебе. И ты получишь такой же результат. Ты воспитаешь того, кто нужен человечеству. Теперь смотрите. Чем больше человек развивается как Личность, тем больше он отвлекается от себя, и тем меньше ему надо заботиться о поддержании своей жизни. Попытайтесь понять, о чем я сейчас говорю. Чем больше человек развит, тем меньше ему надо заботиться о том, чтобы поддерживать себя. Мой духовный учитель — это не тот наставник, о котором я говорил, а духовный учитель мой. Это тот, которому я должен предаться и предаюсь в своем сердце, насколько могу. По крайней мере, стараюсь каждый день. Он в 24 года принял отречение и в 30-ти лишним лет уже стал духовным учителем. Он живет такой жизнью, что у него всего пару комплектов одежды и нет никакой собственности. Но он по всему миру строит храмы, и у него тысячи последователей. У него хватает денег на то, чтобы летать по всему миру, даже в преклонном возрасте. У него хватает средств и сил на это. Теперь у меня вопрос. Он никогда не работал. Он не работает. Откуда он получает деньги? У него хватает денег, представляете, летать по всему миру? Это же десятки тысяч долларов. Откуда деньги, чтобы летать? Только деньги приходят через сердца людей. Видите, когда человек развивается как Личность, ему не нужно работать. Он просто полностью поглощен служением людям. Этот человек не бездельник. Он не тратит время зря. Он все время занят служением. И это служение какой результат дает? Ему не нужно заботиться о своей жизни совсем. Это закон, который действует всегда. Поэтому, если у вас не хватает в жизни денег, это означает, что вы занимаетесь не тем, чем нужно. Чем больше человек думает постоянно о своей работе, о своей зарплате, о своих проблемах, о том, что у него мало денег, тем меньше денег он в жизни будет получать. И эта сила очень большая внутри. Она сидит в каждом из нас. И если человек действительно в своей жизни начинает направлять свои силы на развитие, это развитие означает отвлечься от себя. Он начинает думать о старших, о молитве, начинает в свое сердце вкладывать это желание, я хочу забыть про себя, хочу служить другим, хочу служить другим. Он начинает такой жизнью жить, в своем сердце так себя вести. Что происходит в его жизни дальше? Приходит время, и жизнь так выстраивается у него, что ему надо меньше думать о том, как выжить в этом мире. Посмотрите на животных, они постоянно только и делают, что выживают. Они постоянно бегают и ищут поесть. Посмотрите на нищих людей, они постоянно с протянутой рукой. Почему? Потому что они ничего, ни для кого не хотят делать. Вы знаете, что есть другие нищие? Бывают другие нищие. Есть такой уровень отречения, в ведах описан. Есть несколько уровней степеней отречения. Самая первая степень отречения, знаете какая? Человек принимает отреченный образ жизни, значит, что он должен делать? Он должен ходить от двери к двери и людям давать знания. Смиренно просить их, пожалуйста, вот возьмите духовные книги. Можно я вам расскажу, как молиться? Если люди вдохновляются, он должен спросить их, пожалуйста, поддержите мою жизнь. Дайте несколько копеечек просто на то, чтобы я смог сегодня покушать. Это его обязанность. И если он скажет, что очень неудобно просить, тогда старший его скажет, тогда ты не должен принимать отречение, потому что отреченный человек не должен считать ему, что ему что-то неудобно в этом мире. Ему все удобно. Если тебе надо просить, будешь ходить и просить. Это развивает смирение и уважение к людям. Если ты учишься просить правильно, значит, ты становишься смиренным человеком. Кто-то тебе плюнет в лицо, кто-то пожертвует. Это признак того, что Бог учит тебя о смирении. Видите, да? Но самый последний уровень отречения, знаете, какой? Человек может сесть в лесу, в чаще леса, и начать молиться. И дальше, знаете, что будет происходить? Люди будут приходить, незнакомые люди, и приносить ему покушать. В Ведах приводится такой пример. Один отреченный человек сел вот так в лесу, и люди просто с пищей даже блуждали по лесу и приходили в это место, когда положено было ему покушать, приносили, видели его и отдавали ему эту пищу. А потом начали сами ходить туда, к нему носить, когда нашли дорогу. Понимаете, о чем я говорю сейчас? О том, что нет необходимости беспокоиться так много о своем пропитании. Это признак того, что жизнь течет в неправильном русле. Надо, если есть возможность, силы свою направлять на то, чтобы в моем сердце направленность жизни поменялась. Вот эта направленность внутрь означает, я очень страдаю, мне чего-то не хватает. Означает только одно, что ты не понимаешь ход жизни. Ход жизни заключается в том, что когда направленность поменялась, сразу жизнь становится другой. Вот, допустим, у вас направленность жизни поменялась. Как это действует? Вы скажете, ну как она становится другой? Кто мне покушать принесет? Олег Геннадьевич. Объясняю. Вот смотрите, вы поменяли свою направленность жизни, у вас сердце начало работать на заботу к другим, у вас поменялись друзья, у вас появляются друзья, которые хотят заботиться о вас. И так как это люди недюжинного разума, то такие друзья, которые хотят заботиться, всегда имеют возможность что-то сделать. Сначала эта возможность будет небольшой, они просто будут вам помогать в жизни, а потом эта возможность будет такой, что они будут вас устраивать на работу, находить вам возможности какие-то, и на работу они вас будут устраивать не грузчиком, а туда, где можно не так много работать, чтобы иметь деньги на жизни. Нормальные, чтобы хватало. Понимаете, есть разные слои общества. Есть такая работа, что человек просто работает старшим где-то. Он не сильно много трудится, но ему платят, потому что ответственная работа. Ответственная означает, у него сердце развитое. Ответственную работу нельзя давать безответственным людям. Ответственный человек, значит, развитый, сильный духом человек, способный выполнить свой долг. Понимаете, о чем я сейчас говорю или нет? Что мы говорим о том, куда направлена моя жизнь. Если я постоянно вою, что мне чего-то не хватает, это значит, что она не туда направлена. Разумный человек всегда старается в молитве развиваться больше и меньше внимания обращать на то, что ему чего-то не хватает. И тогда он счастлив, потому что Бог всегда заботится о тех, кто идет к нему. И заботится серьезно. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общей жизнью человечества. С общей жизнью срастись, значит, я член человечества, я хочу жить для человечества. Я хочу сделать то, что человечеству очень нужно и полезно сейчас. Вот сейчас человечеству очень полезно знать о том, как жить правильно, потому что это знание очень сильно сейчас разбавляется. В средствах массовой информации почти об этом не говорится. А это очень ценное знание, которое меняет судьбу и жизнь людей. Я хочу это делать сейчас. Почему бы вам не делать? Сначала на себе проверили, а потом начали говорить тем, кто интересуется. Можно это делать в рамках своей духовной традиции. Менять свою жизнь и менять, помогать тем, кто рядом с вами находится. Можете общаться, у нас есть клубы благости. Можете открывать клуб на сайте torsnov.ru, смотрите. Открывайте свой клуб благости, сейчас дома. Собирайтесь там и обсуждайте те темы, которые развивают людей. Кто уже открыл? Кто из вас открыл клуб благости? Есть такие? А? Нормально? Нормально. Спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, то есть. Есть люди, которые развиваются и действуют так, как хочет Бог. Им не надо сильно беспокоиться о своих, о своей жизни. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастись с общей жизнью человечества, ибо все творение проникнуто согласием и единством. Это то, что в творении происходит, но не у нас в жизни. Мы постоянно ругаемся, ссоримся и считаем, что нас обделили здесь. Но это признак того, что мы просто не знаем, как жить правильно, и все. Потому что нас могут быть разные люди окружать, в зависимости от нашего развития. Вот меня окружают очень хорошие люди. У меня их из друзей никто не пьет, не курит, не бросает своих жен, не занимается развратом, не матерится, не ест мясо и так далее. Вот все, кто меня окружают, такие люди. Хорошее окружение. И вы тоже мое окружение. И вы очень хорошее окружение мое. Неважно, человек имеет недостатки или нет. Мне не обязательно, чтобы он сейчас стал совершенным. Если человек выбрал правильный вектор, этот человек достоин уважения и даже преклонения перед ним. Мой духовный наставник показывал ученикам два манго. Один зеленый, другой спелый. Спелый манго — это святой человек. А зеленый манго — это тоже манго. Он станет спелым или нет? Вопрос только времени. И он спрашивал, какой вам манго больше нравится? Все говорят, спелый, спелый. Он говорит, а мне оба нравятся одинаково. Потому что этот манго сегодня спелый, а этот спелый будет завтра. Если завтра не будет ничего поспевать, тогда зачем жить? Спелое должно быть каждый день. Поэтому те манго, которые поспевают, они очень ценные. И если сегодня они не делают что-то правильно, то это не проблема. Это, наоборот, хорошо. Это означает, что завтра они будут больше делать правильно, послезавтра еще больше. И это значит, что счастья на земле будет становиться все больше и больше. Так надо относиться к своим родственникам. Если человек со мной просто живет, значит, все хорошо. В чем проблема? Я слушаю лекции, развиваюсь, он тоже развивается. Потому что он не мешает мне это делать. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Если мы не живем правильной жизнью, наступает война. Веды говорят, все войны кровопролитные человечества возникали только по одной причине. В основном по одной причине. Это убийство животных для того, чтобы их есть. Чем больше мы убиваем животных, тем больше мы копим атмосферу насилия в этом мире. И она потом на нас же слетает в виде несчастных случаев, землетрясений, войн. Приведу простой пример, который очень поучительный. Такие примеры в нашей жизни в основном не встречаются, но в жизни тех людей, которые ведут очень серьезную духовную жизнь, встречаются. Недавно в Гималаеве произошел такой случай. Один храм очень древний, которому порядка 5000 лет пытались передвинуть чуть-чуть, не снести, а передвинуть чуть-чуть с того места, где он стоял. Ну взять его просто вот и по кирпичикам разобрать и собрать потом в другом месте. С того места, где он стоял, чтобы сделать плотину. Нужно было электричество горному району Гималаев. Священники отговаривали от этого поступка, но те, кто руководили, руководство этого поселка было непреклонным. В результате высшие силы разгневались на этих людей, потому что храм, святыню начали разрушать. И огромный поток воды смыл начисто несколько селений вместе со всеми людьми. Все погибли. Это недавно произошло. Слышали об этом, нет? Не слышали? Наберите в интернет слово «бадаринатх», «потоп», два слова. Узнаете много интересного. Это буквально несколько месяцев назад произошло. Огромная лавина воды обрушилась на эти селения, все смыло там, ничего не осталось. Причина – оскорбление святыни. Но в нашей жизни мы не узнаем такие закономерности. Почему? Потому что мы недоразвиты для того, чтобы их узнавать. Например, как мы можем связать войны, которые правопролитные проходят, с убийством животных? Трудно связать. Но веды говорят об этом. Они говорят о том, что чем больше будем насилия совершать над живыми существами, младшими по отношению к нам, тем больше сами будем мучиться. Как? Богу не трудно это сделать. Как во внешней природе, так и в области духовной все явления жизни состоят в тесной связи между собой. Жизнь отдельного человека должна совершенно плотно срастить с общей жизнью человечества. Это происходит постепенно. Приходит время, человек развивая себя, он думает, что он просто себя развивает. Если он просто молится, если он просто прощает, просит прощения, он становится ценным объектом всего человечества, которым помогает всем вокруг. Просто когда человек молитву читает в доме, в большом панельном, пока он не победит настроение всех людей вокруг, он не сможет сосредоточиться на молитве. Понимаете, мы все как в инкубаторе живем психическом, мы все как одно целое, особенно в семье, в квартире. Все спят, а я должен молиться, я не могу, мне тоже спать хочется. И он должен восстать против этого, он должен победить своими. Но если он побеждает сон, он дает милость всем родственникам сразу. Ход жизни всех родственников меняется. Понимаете, один человек начал жить правильно, вектор его жизни пошел вверх, все вокруг будут подтягиваться однозначно. Он милость дает всем. Веда говорится, что когда человек очищается полностью от всех грехов и становится святым, 12 поколений до его родственников, которые жили, и 12 поколений после будут очищаться под его влиянием. То есть по их жизнь пойдет в правильном направлении. Поэтому так трудно работать над собой, потому что мы все связаны. Понимаете, надо доставать, надо встать и сказать, для чего я живу, для чего пройдет мой день, если он пройдет просто как разрозненные облака, я просто там поработала, здесь, там поготовила, то поделала. Это все бессмысленно. Готовить надо с мыслями о Боге. Тогда пища становится освященной, она меняет судьбу родственников. В одно дерево пошло. Вставать надо рано утром для того, чтобы весь день направить в нужное русло, чтобы весь день пошел в одно дерево. Если событие какое-то произошло, мне плохо стало. Вот мне плохо, я еду в метро, мне плохо стало. Почему мне плохо стало? Проанализируй. Да потому что ты просто не хочешь любить людей. Они грустные, злые едут, и тебе неприятно, тебе стало плохо. Почему? Потому что ты не вложил усилия в них. Видишь грустного человека. Желаю ему счастья. Это твоя работа. Господь показывает тебе количество той работы, которую ты должен сделать сейчас. Вот увидел сейчас пьяного человека, прости ему, благослови его. Это твой объем работы. Если ты делаешь всю свою работу, ты не будешь несчастным. А почему мы родились здесь? А потому что так положено. Почему мы родились сейчас? Потому что так положено. Почему в нашей стране пардак? Потому что мы только этого заслужили. Зачем беспокоиться по поводу правительства? Это наши проблемы. Веда говорится, да, начните, вся страна вместе начнет молиться и жить правильно. Что произойдет с правительством? Автоматически оно начнет жить по-другому и делать все по-другому. Это само собой происходит. Приводится такой пример. Если человек заходит в алтарную комнату, он будет там матом ругаться или нет? Нет. Почему? Неудобно. Сделайте свой дом алтарной комнатой, и там никто не будет ругаться матом. Почему? Потому что неудобно. Ты заходишь везде в святые изображения, а я в одних трусах. Ну, будь тогда не в трусах. Будь человеком. Не ходи в трусах перед людьми. Если ты перед святыми не можешь в одних трусах ходить, тогда пойми, почему ты ходишь в одних трусах перед родственниками. Видите, как сразу сознание меняется? Очень просто. Ходи по-человечески перед всеми родственниками. Ты тоже человек, и они тоже люди. Уважай их и веди себя почтенно по отношению к ним. Видите, как здорово меняется сознание, когда мы очищаем свое существование. Вокруг нас тоже все меняется, и поведение близких людей меняется. В чем проблема? Если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, он не может быть просвещенным человеком. Китайская мудрость. Это очень важно. Это последнее вот в этой теме, то, что я выбрал, развитие личности. И это самое важное. Человек может развиваться только для кого-то. Если нет миссии, нет жизни. Хотя бы для сына. Я хочу развиваться хотя бы для того, чтобы он прожил жизнь правильно. Хотя бы для мужа. Хотя бы для кошечки. У меня есть одна знакомая, у нее никого нет, кроме трех кошек. И она кормит их освященной пищей. Хотя бы для кошечки развивайся. Но если у тебя нет миссии в жизни, значит нет жизни. Человек не может жить для себя. Это невозможно. Миссия означает, что Бог вдохновляет тебя, вкладывает какие-то силы. Он на тебя надеется. У человека есть две судьбы. Одна судьба — это карма. Что такое карма? Да, это то, что вот приходит время и приходит. Это то, что происходит само собой. Карма всегда действует в разных возрастных периодах по-разному. Маленький ребенок, у него своя карма. У него карма развиваться, испытывать детские обиды там и все прочее. Дальше человек коп, 14 лет исполнился, половые гормоны пошли, все. Что? Первая любовь моя земная, удара моих глаз. Другая карма пошла. Но человек, который совсем пожилой, как бы, если он поет «Первая любовь моя земная» с клюшкой, значит у него что-то не то с мозгами происходит. Другая карма уже. Он должен давать людям знания, он уже старый. У него есть как мудрость, он прожил жизнь. В каждом возрасте своя карма. Но есть вторая судьба у каждого человека, у каждого из нас есть вторая судьба. Это то, что ждет от нас Бог. Мы родились здесь для того, чтобы сделать что-то удивительное. Каждый человек. Но если человек сильно поглощен своими проблемами, замуж не могу выйти, ребенок не могу родить, на работу не могу устроиться, Бог будет ждать дальше. И настоящее счастье в жизни человека не появится. Потому что настоящее счастье — это миссия, которую человек выполняет перед Богом. И чем больше он ее выполняет, тем больше Бог в него вкладывает силы. А силы означают и защита, и могущество, и возможности в жизни. И как же эту миссию понять? У каждого человека в соответствии с его конституцией, возрастом, с его возможностями своя миссия. Например, женщина должна дарить людям тепло и заботу. Это ее миссия. Мужчина должен защищать людей, защищать общество. Быть ответственным, сильным, развитым. Это его миссия. Сначала она не оформлена. Просто мужчина и женщина не оформлена. Потом будет более оформлена. Когда ты начал хоть что-то делать не для себя. Ну я ничего не могу для других сделать. Ну хотя бы пол помой в подъезде, где ты живешь. Ну хотя бы цветочек там посади. Ну хоть что-то сделай. Ну это-то ты можешь... Ну это же ерунда. Ну сделай хотя бы ерунду. Потом будешь больше делать постепенно. Сначала маленькую гидку поднимаешь. Так это неинтересно. Ну потом больше будешь поднимать. Будет более... А потом... И поднял целую большую штангу. Почему? Потому что начал с маленького. Миссия развивается человеку постепенно. Она развивается как вширь, так вглубь, так в понимание. Приходит время и прямо конкретно Господь тебе в сердце говорит. Вот видишь, я тебя вел до этого момента всю твою жизнь. И покажет, как он это делал. Но для этого надо сначала просто понять, что у нас есть две судьбы. Если мы это не поймем, так и будем жить своими нуждами. И эта жизнь будет ужасно, бесполезно и глупа. Ну просто начни хоть что-то делать для других. И потом постепенно ты увидишь, как тебе силы дают, как возможности дают. И жизнь твоя расцветет, как большой красивый цветок. Смотрите, китайская мудрость. Если человек не считает себя призванным к исполнению посольства, миссии, имеется в виду перед Богом. Он не может быть просвещенным человеком. Но просвещенный человек это не тот, который институт закончил. Это тот, который начал жить для Бога. У него появилась миссия. Миссия означает просвещенный, свещенный. То есть у него свет появился в башке, а не диплом о высшем образовании. Свет появился в башке. Это значит, что начал что-то делать для других. Свет означает проводником он стал вот этой силой, чистоты. Пошло, 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 пошло. Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Когда пошло, тогда человек хочет пораньше встать.